Ну что ж, дорогие друзья, поговорили с Ниной Четырековой из Португалии, и теперь ждем в нашей студии импровизированной. Ростислава Петченко, генерального директора компании Гартал из Праги. Вот он подключится, думаю, буквально через несколько секунд. Еще раз хочу пока сказать, что традиционно вначале об этом не сказал, но думаю, что завсегда-то и наших вебинаров эту информацию знают. Вот завтра, послезавтра, в воскресенье мы будем выкладывать запись наших вебинаров, будем делать небольшие отчеты в текстовом виде, кому удобнее читать, а не пересматривать. И, соответственно, обновления все будем вам высылать, коль уж вы зарегистрировались. А вот и Ростислав. Ростислав, привет. Привет, привет. Как слышно? Ну что, слышно прекрасно, слышно прекрасно, видно замечательно. Итак, Ростислав Петченко, генеральный директор застройщика компании Гартал из Праги. Ростислав, ну тебе сегодня отдуваться и за застройщиков, только вот Ян у нас был и застройщик, и агентство. Немножко поговорим об агентских условиях, но за некурортную недвижимость тебе сегодня вообще единственному отдуваться, потому что у нас до этого все коллеги говорили о курортной недвижимости. Ну, все равно дежурный первый вопрос, как там у вас, вроде все было более-менее гладко, насколько может быть гладко в условиях пандемии, но все-таки, что происходит в Чехии не на рынке недвижимости, а в Чехии в целом? Типа, раньше начинали разговор о погоде, теперь давай вот об этом, о здоровье. Ну, погода тоже хорошая, кстати. Ну, ситуация у нас стабилизируется, я считаю, что Чехия отреагировала, наверное, лучше всех из европейских стран. Соответственно, все, что происходило и происходит, все ограничения, которые есть, мы с ними, или общество с ними согласно, мы поддерживаем то, что делает правительство и, собственно, считаем, что на правильном пути страна. Более того, вот как раз начиная со следующей недели начинают определенные ограничения снимать, что является очень позитивным, позитивным знаком. Конечно, Чехия, к сожалению, маленькая страна и в какой-то мере зависима от конъюнктуры в соседних странах. Но в Германии тоже ситуация становится более стабильной, более того, выделяются достаточно большие средства, как уже было сказано, практически, наверное, всеми странами, как на борьбу с эпидемией, так и на поддержку предпринимательства. Поэтому, на мой взгляд, в рамках текущей ситуации очень даже неплохо все у нас обстоит. Но интересно, какие будут долгосрочные последствия. Здесь, конечно, никто, наверное, не может предсказать с высокой точностью. Сегодня постараемся сделать какие-то прогнозы, возможно. Окей. Давай делать тогда, да, говорить о прогнозе, но начнем все-таки вот с чего. Несколько слов о том, как повлияло на чешский рынок недвижимости и на пражский рынок недвижимости. История с обесцениванием искусственным чешской кроны. Как это произошло и как это вы почувствовали? И когда это вообще все произошло, несколько слов о том. Хорошо. Ну, стоит, наверное, немножко вернуться в прошлое и рассказать кратко о динамике кроны. Я хочу напомнить, что в прошлом году крона была на уровне, или евро была на уровне 26 крон за 1 евро. Потом в начале года текущего крона стала усиляться, достигла уровня 25, где-то под 25. Крон за 1 евро сейчас курс на уровне 27. То есть, если мы сравниваем, скажем так, со средним показателем прошлого года, то разница в одну крону на евро, что, по сути, на мой взгляд, не является большим скачком. Вот, если мы сравниваем крону с январским показателем, текущую крону с январским показателем, то, конечно, скачок более ощутимый. Но, то есть, крона опять стала усиляться, если две недели, полторы недели назад, за полторы недели она набрала уже пол кроны на евро. Поэтому сказать, что мы почувствовали, не могу сказать, что наши иностранные клиенты почувствовали. Чехия страна с своей национальной валютой в рамках Евросоюза одна из немногих. Мы, скорее, это воспринимаем как большую выгоду, потому что Центробанк может диктовать условия на текущем рынке. И, по сути, не согласовывая или минимально согласовывая свои действия с Брюсселем, то есть, может интервинировать. Вот, соответственно, что и произошло. Поэтому я не вижу каких-то предпосылок к тому, чтобы ослабление или в будущем усиление кроны как-либо повлияло на рынок недвижимости. Ну, естественно, кроме крови пересчета цен с кроны на иностранные валюты, так как все транзакции и, по сути, весь бизнес, практически весь бизнес Чехии в жилой недвижимости проходит в кронах. Если мы говорим о коммерческой недвижимости, в некоторых случаях аренды зафиксированы в евро, в этом случае, конечно, могут наступить определенные, скажем так, разногласия у арендодателей и арендаторов. В первую очередь речь именно об аренде, арендные ставки зафиксированы в евро. Опять же, причина, наверное, ясна. Очень много иностранных инвесторов, которые хотят фиксировать свои доходы в иностранной валюте, не хеджируя их. Поэтому здесь может быть какой-то резонанс. Но с точки зрения жилой недвижимости практически-практически без этого. Отвечу на вопросы наших участников. Уже сразу два было вопроса по поводу участников из Черногории. Мы постараемся привлечь их к беседе уже в ближайший вторник. В следующий вторник у нас будет очередной вебинар-марафон. В любом случае, я думаю, может быть, сейчас просто скинем ссылочку, потому что у нас на одном из предыдущих, на двух предыдущих вебинарах были эксперты из Черногории. Но в любом случае мы с ними тоже обязательно пообщаемся. Ваше пожелание, ну, закон, да, для нас, собственно, для вас работает. И, соответственно, с удовольствием пообщаемся. И пригласим черногорцев, оповестим Дарья Васильевна, там Александр до этого тоже спрашивал, обязательно оповестим. Ростислав, скажи, пожалуйста, а если мы говорим все-таки об истории, ну, с естественным данным, секунду, замедлением рынка? То есть, понятно, границы закрыты, число сделок меньше, и даже в относительно благополучном переносящие это Чехия все равно не может обеспечить такой же поток. Какие здесь есть возможности и риски? И для кого эти возможности и риски сейчас более существенные? Посмотрим на ситуацию со стороны продавца, посмотрим со стороны покупателя. Ну, правильно, абсолютно. То есть, рынок в какой-то мере остановился, в первую очередь связан с карантином, то есть, по сути, запрет, запрет, неоперенчение, а связанное с перемещением жителей. И, например, мы, у нас сократился поток посещений в офисе, то есть до какого-то минимума, то есть единицы людей. С другой стороны, мы постарались сразу же приспособиться. И до этого мы умели подписывать договора онлайн. Сейчас мы улучшили этот процесс. Более того, был имплементирован и определенный софт для того, чтобы упростить эту процедуру. Поэтому технические сделки возможны. Здесь скорее проблема в том, что люди ждут, как будет развиваться ситуация. Это касается как иностранцев, так и местных жителей. Не могу сказать, что спрос у одной группы уменьшился сильнее, чем спрос у другой группы. Наоборот, я бы сейчас сказал, что иностранцы начали немножечко отвоевывать позиции, по крайней мере, в нашей компании с точки зрения запросов. И благодаря вашему сайту, в том числе, приходят заявки, работаем с ними. Но, конечно, объем сделок по рынку намного ниже. Нам немножечко повезло. Мы смогли закрыть март и, видимо, закроем апрель с очень хорошими результатами. Но это скорее были длительные наработки и, возможно, какая-то удача с точки зрения выпуска нового проекта, который понравился людям. Но многие застройщики остановили продажи. Остановили продажи не в смысле остановки, а в смысле закрыли клиентские центры, то есть до выяснения ситуации. На самом деле, что касается застройщиков, то их можно разделить на несколько групп. Мы общаемся в рамках дружеских отношений, ассоциаций и прочее с нашими друзьями-конкурентами. И кто-то, как я уже сказал, закрыл клиентские центры, остановил продажи, кто-то, наоборот, увидел в данной ситуации перспективу или возможности немножечко увеличить спрос на свои объекты или напомнить потенциальным клиентам о себе. То есть вот мы как раз относимся к другой группе. Мы увеличили или усилили онлайн-маркетинг, естественно, отказались от всего оффлайна. Мы постарались, мы придумали, начали думать о каких-то бонусах для клиентов, чтобы немножечко оживить и, скажем так, ускорить принятие решений. Но таких, как мы, я думаю, что больше половины, конечно, таких, как мы, но не побоюсь этого слова, мы были, наверное, одни из самых активных. Одни из самых активных. С другой стороны, еще нужно понимать структуру рынка как таковую, и в Чехии маржинальность у состройщиков на порядок ниже, чем в курортных странах. То есть если там кто-то говорил из моих иностранных коллег о больших скидках и о чем-то подобном, здесь просто этого не грозит. То есть маржинальность на проектах настолько низкая, что мы просто не можем позволить себе снижать цены ниже определенной границы. Ростислав, означает ли, что какая бы ни была ситуация, вернее, где эта граница? И сейчас ситуация, понятно, некоторой неопределенности, но через какое-то время все-таки рынок активизируется, и уж во всяком случае, уж не знаю, насколько будут активны, насколько позволят быть активным клиентом из России, Украины, Белоруссии. То есть как они смогут приехать, может быть, только онлайн, и тогда, естественно, вся история съежится. Но если мы говорим, например, о других странах, о немцах, вот они приедут, они будут чего-то ждать, вот можно ли ждать каких-то бонусов? И в чем эти бонусы могут выражаться, если мы говорим о двух-, трех-, четырехмесячной перспективе? Людям стоит подождать или сейчас активизироваться онлайн? Ну, я, наверное, не могу говорить за всех, однозначно, однозначно будут застройщики, которым нужно будет решать финансовые проблемы, у некоторых они, возможно, будут. Вопрос, как они будут подобные проблемы решать, как вариант делать скидки для покупателей, второй вариант – продать проект целиком, третий вариант – заморозить проект, сценариев очень много. Но говоря о нас и говоря о, скажем, дружественных застройщиках, мы не планируем снижать цены. Это раз, два. Если будут бонусы, точнее, бонусы будут, скорее, бонус будет заключаться в более гибкой системе индивидуальных скидок. Если, я не думаю, что размер этих скидок будет больше через четыре месяца, чем сейчас. Если интерес у людей есть, то можно, в принципе, общаться уже сейчас. И я считаю, что вряд ли мы будем усилять поддержку покупателей за счет снижения цены. Но это означает, что вы же не можете действовать принципиально наперекор всему рынку. Соответственно, ты прогнозируешь, что весь рынок начнет действовать и реагировать. По крайней мере, рынок новостроек в Праге достаточно сдержанно. Я уверен в этом. Что касается первички, то я не думаю, что где-то, где-либо смогут клиенты получить скидку более 5%. Мы не говорим о каких-то больших цифрах. Во вторичке, вторичка – это более непредсказуемый рынок. Здесь принятие решений, на мой взгляд, менее рационально, чем у застройщиков. А, возможно, и более рационально, с какой стороны посмотреть. Но там, скорее, будут играть факторы финансовые. То есть желание продать быстрее, желание получить деньги, желание решить какие-то финансовые проблемы. Но у застройщиков я не предполагаю снижения цены. Ну, твоя компания, вы и застройщик, и все-таки вы агентство. Принципиально, как чувствует себя агентская часть бизнеса будет и агентства как таковые? И, соответственно, если мы посмотрим со стороны покупателя, все, окей, покупатель, ну, на новостройку вроде рассчитывать особо не на что. А обращаться в агентство, какие перспективы здесь есть? Вопрос. Вопрос. Ну, я думаю, что агентством будет не проще, чем нам. Самую большую проблему я вижу в плане продукта. То есть если клиент будет обращаться в агентство, которое, собственно, работает как представитель застройщика, и просьба о выборе или помощи в выборе объекта, то, естественно, в данном случае застройщик с учетом выплаты комиссии агентства не сможет предложить покупателю такую скидку, которую бы он предложил, если бы пришел к нам или к нашим конкурентам напрямую. Что касается вторичного рынка, возможно, будут появляться интересные объекты, не отрицаю этого. Но вопрос, выживут ли все агентства или не выживут, скорее, здесь бы я задумался. В Чехе достаточно большое количество агентств недвижимости различного размера. Только в этом году вводят специальное лицензирование для вида деятельности, поэтому еще к ней профессиональные игроки не успели убежать с рынка. Ну, здесь я всегда был сторонником первички или же свежей вторички. Наверное, будет не очень корректно, если я буду говорить только выгоды первичного жилья. Я думаю, что и там, и там можно найти интересные объекты за интересные цены и, соответственно, получить чуть-чуть больше, чем можно было получить перед кризисом. Я как раз и хотел это спросить, означает ли это, возьмем сейчас, возьмем ситуацию, скажем, полгода назад, ну или там в январе этого года, и возьмем ситуацию там августа этого года. Не знаем глобальных результатов пандемии, но тем не менее. Вот сейчас хорошее время, август или январь? Ну, январь, наверное, мы понимаем, что самое нехорошее время с точки зрения покупок. Сейчас, август, наверное, зависит от ситуации. На мой взгляд, все изменения или, скажем так, новое постановление и уменьшение ограничений, постепенный возврат, собственно, экономики в жизнь, они, наверное, повлияют все-таки более позитивным образом на застройщиков, и желание давать скидки значительно уменьшится. С другой стороны, сложно прогнозировать, каким образом будет себя вести потребитель, потому что кризис затронет в первую очередь, не в первую очередь, отрасли, не совсем связанные с нашей, но все-таки связанные. То есть и туризм, и, по сути, рестораны, владельцы и сотрудники которых, в том числе, покупали недвижимость у нас. Поэтому я думаю, что спрос уменьшится. Но хочу еще напомнить одну маленькую деталь о Праге. То есть в Праге самая большая, основная причина роста цен в последние годы связана в первую очередь с очень медленными процессами разрешительными в плане новостроек и в том, что спрос значительно превышает предложения. По статистикам, в Праге нужно не менее 6-8 тысяч новых жилых единиц в год. В Праге в последние годы строилось не более 6 тысяч. То есть вот эта вот разница, которая возникала последних, наверное, 5 лет, уже увеличилась до таких объемов, что необходимо, что даже вот снижение спроса, на мой взгляд, не должно настолько повлиять на цену. Поэтому я не предполагаю, что в августе будет ситуация отличная от текущей. Или, может быть, даже напротив, рынок немножечко стабилизируется, примет новые условия игры. Вот. И начнут уже игроки, большие игроки действовать по определенному сценарию. Сейчас этот сценарий не до конца понятен, поэтому более пугливые застройщики, в кавычках, или более пугливые застройщики можно использовать вот как раз-таки текущее время для покупок. Ну, вопрос, кто напуган больше, кто напуган меньше. Окей. Пара вопросов есть. Значит, первый вопрос. Там вопрос по поводу отмены налога на недвижимость. Слышно ли что-нибудь? Налог на приобретение. Обсуждается это, возможно, вопрос? Обсуждается. 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 Извините, что перебил. Вот, насколько я знаю, в пятницу завтра Министерство финансов обсуждает как раз-таки этот момент. Есть вероятность, что налог отменят. Ну, она... То есть это практически уже решенное дело или пока, собственно... Ну, так, пока... Ну, нет, я не могу сказать, что это решенное дело. Решенное дело, наверное, это будет в момент, когда закон будет подписан. Ну, ведутся... Ведутся... Сказать, министр финансов, она за отмену, но далеко не все за. Поэтому сложно сказать. Я думаю, что с вероятностью 60% его могут отменить. Ну, совсем частный вопрос. Я не знаю, удобно ли тебе сейчас на него отвечать. По поводу некоего объекта, я про него ничего сказать не могу. На Легерова 43. Каковы его перспективы? По срокам просят ответить. Ну, можно в частной беседе связаться. Если удобно сейчас ответить, можешь ответить. Час, если... Какие... По срокам сдачи? Да, 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 да. В мае. В мае сдается объект. То есть практически уже завершен. Информацию, в принципе, мы на сайте публикуем, и в частном порядке у менеджеров по продажам. Очевидно, какой-то клиент пишет. Да, ну, все. Я думаю, что покажите просто контакты компании, там данные сайта есть. Да, да, да. Я думаю, это более-менее понятно. Ну, и тогда следующий вопрос уже в завершении практически. Ростислав, но если мы опять-таки говорим... Ну, два верные вопроса. Во-первых, все-таки по Праге, если мы говорим. Если мы говорим по Праге, все-таки был рост 20%, ну, новостройки, в первую очередь, 25%. Все-таки это каким-то образом охладит этот пыл? Или все-таки Прага и дальше будет показывать какие-то, ну, на самом деле, ну, совершенно невероятные... Какой бы ни был спрос, какое бы ни было предложение, все-таки 20% в год – это не европейская цифра. Были дополнительные факторы этого роста и, там, стоимость строительного материала, стоимость строительства. Чтобы вы понимали, мы застали этот рост и как раз-таки очень-очень активном, в активном режиме мы его застали. И с ростом стоимости практически теми же темпами росли строительные расходы. То есть, по сути, наша маржинальность в проектах не увеличивалась с ростом стоимости недвижимости. Где-то даже строительные расходы росли быстрее. Более того, и продавцы участков вкладывали уже часть нашей будущей маржины в стоимость. Поэтому не могу сказать, что для застройщика такой вот рост является сладким временем. Однозначно нет. Я тоже считал, что рост неоправданный, что такая динамика, особенно если на это смотреть со стороны, не вникая в детали, очень-очень странная. Вот. Но мы изучаем достаточно много аналитики, работаем с компаниями, которые для нас и для общественности готовят. И не было сомнений в том, что текущая цена, и не до сих пор, что текущая цена, а право не только с точки зрения повышенного спроса, но и с точки зрения расходной части. Поэтому, что касается предыдущих лет, вот этим я могу объяснить. Собственно, динамику. Что касается текущего времени, ну, очевидно, что рост остановится. Здесь, опять же, множество факторов. Старинных компаний будет меньше, собственно, заказов. Придется работать и над ценообразованием. То есть будут мощности оставаться, будут готовы идти по ценам вниз. Застройщики будут работать в таком же режиме. Никто не будет пытаться повышать цены, когда рынок притормозил, скажем так. Поэтому я не ожидаю роста в этом году. Скорее какая-то стагнация, может быть падение небольшое. Но вопрос-вопрос времени. За досрочную перспективу, конечно, будет опять расти. Друзья, Секлав, уже хотел тебя отпускать, но все-таки пришел вопрос как раз к тебе, как представителю строительной компании. А есть ли проблемы со строителями? Ведь много иностранцев работает. И как раз была информация, что из Чехии как раз на Украину многие стали возвращаться естественным образом. Вот несколько слов об этом. В данный момент проблем, проблем, каких-то явных проблем нет. Ну, абсолютно золотые визы в Чехии. О, Боже. Нет, в данный момент проблем нет. Есть такой еще фактор Пасхи, называется это, когда, собственно, украинская рабочая сила уезжает домой. Но я верю, что разумная, разумная украинская рабочая сила останется здесь. Из более западных стран. У нас лично видно на наших стройках, уже чешских, чешских, разнорабочих. Вот. Ну, опять же, время пока проблем я не вижу. Ну, я не знаю о том-то или о каких-то крупных стройках, чтобы подобные проблемы. Окей. Ну, однозначно ответить. Будут ли золотые визы в Чехии? Да, нет? Ну, я не знаю, что такое золотая виза. Ну, БНЖ за покупку недвижимости. Нет, я думаю, что это не будет. БНЖ за покупку недвижимости. Чехия предоставляет срочные визы, или среднесрочные называют. В полугодии. У нас, получается, 90 дней в полугодии. Я думаю, что это останется. Однозначный вопрос строительства объектов во время пандемии у вас остановилось или продолжалось? Нет, нет. Мы не останавливаем ни одной из строек. И, кстати, на сайте, он там мигает за мной, можете посмотреть, мы постоянно публикуем фотографии со стройки. На большинстве строй установлены веб-камеры, можно в онлайн-режиме смотреть за развитием. Поэтому мы... Окей. Значит, ну, контакты мы компании Ростислава уже опубликовали. Итак, Ростислав Печенко, генеральный директор застройщика компании Гортал из Чехии, агентство Гортал. Ростислав, спасибо тебе огромное. Пару слов от тебя и потом уже пара слов от меня. Филипп, спасибо большое. Я надеюсь, все мы достойно и с наименьшими потерями переживем сложное время. И через какое-то время, может быть, через полгода, может быть, через год уже будем более веселые, более улыбчивые. И вернемся к вопросам о погоде, а не к вопросам о здоровье. Все, мы с вами будем. Спасибо, спасибо за приглашение. Очень приятно было. Спасибо. Отпускаем, Ростислава. Спасибо. Вот. Ну и тогда буквально несколько слов уже в завершении. Друзья, значит, не знаю, как вы, мне понравилось, но я ужасно устал. Что-то у меня за два с половиной часа я уже стал путать. Вроде помню, что Чехия – это северний, северный Кипр – это южнее. Спасибо вам огромное за уделенное время. Думаю, что сегодня все прошло, ну, настолько, насколько возможно, гладко пройти. На следующей неделе, например, завтра у нас вебинар по словении, я думаю, что сейчас контакты мы этого вебинара, безусловно, вам еще раз скинем. Будет интересно, очень рекомендую, поскольку есть неожиданные решения. Кроме того, там будут у вас специальные предложения, но это уже узкая история для инвесторов в коммерческую недвижимость и в жилую недвижимость. А то, если вы с этой точки зрения интересуетесь, тогда, пожалуйста, конечно, заходите, регистрируйтесь, ссылочка вот она есть. Но коснемся, безусловно, и общей ситуации на рынке, но просто если у вас интерес именно инвестиционный, думаю, имеет смысл особо посмотреть. Это раз. На следующей неделе мы не успели, к сожалению, подготовить наши посадочные страницы, но сделаем обязательно рассылку, и завтра она тоже пройдет. У нас будет 100% вебинар во вторник, он будет вот именно вебинар-марафон, мы его проведем, начиная с 13.00, ссылочку вам пришлем. В среду это у нас какое, значит, если у нас сегодня, господи, я уже все числа позабывал, среда, значит, у нас будет 22.00. 22.00. у нас будет вебинар, посвященный постоянному виду на жительство на Мальте, 23.00. у нас будет не марафон, а длинный-длинный вебинар с нашей коллегой Юлией Титовой, посвященной обзору программ ВНЖ и гражданства в разных-разных-разных странах, в основном в странах Евросоюза, и тоже отдельно мы об этом сообщим. Ну и это, пожалуй, все, что хотел сказать, остается только поблагодарить, пожелать здоровья, еще раз порадоваться, что даже в такое непростое время мы вместе, и пригласить вас на следующие встречи. До свидания, увидимся на завтрашних и на последующих вебинарах.